У нас Воронеж на проводе. Да, слушаем вас, Воронеж. Добрый вечер, отец Дмитрий и отец Александр. Добрый вечер. У нас в Воронеже есть православная, зарубежная, американская церковь. Вот теперь может ли прихожанин по местной церкви зайти туда, участвовать в богослужении и даже повенчаться? Спасибо. Пожалуйста. Дело в том, что никакой американской церкви в Воронеже быть не может. У нас, когда мы в зарубежной церкви, русской православной церкви за границей, были в расколе, тогда мы не рекомендовали ходить и совершать таинство в церкви. Поэтому, если вы имеете в виду какие-то приходы русской зарубежной церкви, то мы сейчас с ними полностью объединены. Объединены, я не знаю, есть ли такие приходы в Воронеже. Это надо спросить у какого-то священника. Желательно настоятеля любого храма. Понятно, он ситуацию в Воронеже знает лучше. Я в Воронеже, к сожалению, давно не был. Я думаю, она живет где-то рядом. И как раз такой храм ей рядом. Сейчас, если это русская зарубежная церковь, приход, оставшийся от того раскола, то мы с ними сейчас объединены, мы можем туда ходить. Если это так. Но все-таки надо в этом убедиться, потому что термин «американский» проскочил. Что это значит? Либо эта ошибка, эта женщина, она не очень, так сказать, разобралась, в чем там дело. Либо, а это может быть что-то вообще весьма и весьма далекое от настоящей церкви. Можно попасть вообще в какую-то преступную группу. Поэтому нужно все-таки разузнать. Узнать.